Искренне рад твоей бронзовой медали, твоей победе. Расскажи, какие эмоции испытывал после того, как тебе подняли руку? Спасибо большое, Курбан, на душе. Спасибо всем, кто болел за меня, кто переживал дома у всех. И, конечно, эмоции не передать словами. Очень долго шел к этому. Мечтал стать на пьедестал чемпионата мира. Эмоции не передаваемые. Желаю всем, всем, кто занимается борьбой. Ошутить эти ощущения, это непередаваемые. Всем желаю такое же, чтобы на Олимпиаде и на чемпионатах мира, чтобы так стояли на пьедестале, это очень, очень рад, что так получилось. Ради таких эмоций стоит? Да, ради таких эмоций стоит пахать, тренироваться, терпеть. Очень долгий путь был у меня к этой медали. Тяжелый, тернистый. Алхамдуллах, все получилось. Надеюсь, и в Токио тоже так же обрадуюсь всех. Ну, к этой бронзе, к этой медали ты очень долго шел. Последнее время, я заметил, результаты были в шаге от пьедестала, останавливался. Это, наверное, самое тяжелое, что может быть вообще в спорте. Вот это пятое место, да? Да, у меня вот, знаешь, такая вот, еще когда за Россию боролся, по-моему, тоже, и в сетях времени, что у меня на мире тогда я проиграл за третью. И вот так у меня как-то вот никак не мог этот барьер перейти. И четыре раза на Европе, пятым постоянно. Где-то мне чего-то не хватало. Это движение, где-то, наверное, неправильно подходил. Ну, сегодня дал мне победу. Ну, вот в этот раз как все было? Расскажи, вот как-то по-особенному настроился на каких-то соперников по-особенному? Или все шло как обычно? Ну, все, приехал. Очень хотел, в первую очередь, задача была и цензию завоевать. Для страны, для себя, в первую очередь. И особенно ничего не было. Просто готовился, как всегда, благодарен всем, кто помогал, с тренером своим. Магомед Гаджио, Анвару, Иберу, Магомед Магомедовичу. Всем, кто урожает, всем. Ну, ты очень сильно обрадовал, наверное, своих друзей, близких, своих спарит-партнеров со спортшколы Гамидова, естественно, и македонскую команду. Да, у македонской команды давно не было медалей на чемпионатах мира. Последний раз Магомед Ибрагимов, мой земляк, мой старший брат, которому я сильно благодарен, что помог мне перейти за Македонию. И он был в 98-м году вторым на мире. И после этого не было медали на себя. И спустя столько, я очень рад, что получилось повторить. Уже, может, кто-то звонил оттуда, какие-то новости получил-то оттуда? Вот как они отреагировали на этот результат? Что говорили? Они очень-очень рады, потому что на Олимпиаду пока, как я знаю, только я попал из страны. И они очень радостные. И послезавтра полечу в Македонию. Там, наверное, тебя ждет какой-то прием, наверное, да? Да, какой-то прием, министр, наверное, что-то будет. Но пока точно не знаю, мы сказали, что ждут. Надо ехать. Ну, расскажи вот немного о проведенных схватках, особенно вот о бронзовой. Очень такая волнительная была для твоих болельщиков. Ты выступал в счете, и судейские решения тебе и многим болельщикам были не по душе, мягко говоря. Схватки мне чуть сегодня, ну, все лишнее так сделал, просил у него схватки, повезло с сеткой, потому что другая сетка была очень, три, два олимпийских чемпионов, два-три призера Олимпийских игр. И мне чуть повезло, но у нас шанс был, и я не должен был это шанс выпускать. А боролся с местным молодым, а такое видно было. Хотел тоже сильно выиграть. Ну, чуть тяжело было в начале, видно, судьи тоже чуть на его стороне были в начале, помогали. Ну, еще раз, задача была выйти, все отдать, и так получилось. Что говорил тренеру? Тренер, очень, тренера я сам успокаивал во время перерыва. Он очень злой был, когда в начале два-три балла даже, кажется, просто так им нарисовали. И я им говорил, что все нормально будет, а бывает. То есть ты верил? Да, верил до конца, да. Я думал, надо было бороться до конца. Такой шанс не всегда бывает. Поэтому так все хорошо получилось. Ну, твоей победе рады, еще раз повторюсь, многие, даже твои соперники, вот в преддверии твоей схватки сидели здесь с Абдулашидом Садулаевым, и он говорил, что переживаю за Нурова больше, чем за себя. Да, да, Абдулашидов тоже баркал большой, с ними работал, от него я набираю, он со мной помогает мне на сборах, я к ним ездил. И также Шарип Шарипов, его очень поздравляю, наши самые, очень рад за них, также хочу их поздравить, тоже за них переживал, души поздравляю. Твои дальнейшие планы, наверное, расскажи. Дальнейшие планы сейчас приехать домой, отдохнуть, в Бундеслиге поборюсь, и потом уже начнем готовиться на Европу, наверное, и потом уже до нового сезона отдохнуть и начать подготовку на Олимпийские игры. Все, тебе Баркала, Даруша, ты получился, нас обрадовал. Спасибо большое, спасибо.